всем привет ребят ну что вот и подъехали первое изображение скинов все-таки это будет фрея ничего такая черный голубь девочки секси девочки и заклинательница уже окончательно есть кино и но не знаю вроде так ничего с виду в принципе фрея что так что так было ничего но тут уже так по более жестче будет плеткой бить не знаю черные голуби короче все дела видимо анимешки пересмотрелись немного ребята но я надеюсь что будет какое-то изменение по поводу самого отображения то есть в игре уже самой скин принципе они фрея неплохо прорисовали а вот что будет дальше как она будет отображаться то есть в действии пока неизвестно заклинательница тоже в принципе неплохо но по поводу фрея думаю все многие скажем так у кого она есть будет рады потому что одной фреи мало 2 даже фреи мало у меня три есть на основе на китайке тоже по чуть-чуть растут потому что ну мало мало одной а папа локации на разные варианты в таком случае уже принципе это будет очень большой плюс то что будет 2 талантик плюс можно будет скинами еще улучшить то есть представьте что будет фрея делать если она сейчас порочным пактом и грубой силой 7 просто разносит щепки все все всех и вся не знаю не знаю по этому поводу но смотрится скин красиво по поводу заклинательницы вариантов как бы ее прокачки кроме там каменки или священного огня ожога ну просто смысла нету никакого потому что она сама по себе не особо там топовый герой не особо наебает остальных единственный вариант это подземки то есть тут я не знаю ну такое себе поменяли скил с кинтой поменяли не знаю посмотрим тоже как она будет отображаться афина блин красиво смотрелось все надеялись что там будет реально кайфово все ну как оказалось на деле честно говоря мне она не понравилась ну что будет дальше и честно говоря не знаю уже будет обнова выйдет тогда думаю она будет на этой неделе мы сможем в полной мере оценить полностью все будет локация новая в судьбе то ли это будет прокачка то ли это будет улучшение уже будет видно по поводу артефактов не знаю если их уберут получается у нас сила упадет но если добавят стражей их по-любому тоже можно будет прокачивать но вот какие ресурсы надо будут никто не знает еще сказали ордена нам вернут по сути ордена вообще уже бесполезные стали они копятся кто ходит регулярно там экспедицию на ту же самую угольную армию это не проблема их накопить для начального аккаунта неделя-две и можно свободно арты пооткрывать главное подземки по проходить там некоторые арты открыть а так принципе это небольшая проблема а вот теперь самое интересное как это все будет отображаться и сколько можно будет героев запихнуть давайте стража не знаю как он это будет отображаться будет это визуально отображаться как-то как арт или это будет еще дополнительная анимация вокруг героя тоже непонятно честно говоря очень много вопросов по поводу обновы по поводу героя последнее время вот на примере асуры от нас скрывали инфу до последнего нам-то показали картинку но особо ничего не раскрывали опять час тайна все хранится в мраке что будет дальше чего ожидать многие бомбят по поводу одно в принципе заслуженно бомбят с другой стороны они ввели акцию вот которая была ежемесячная можно было собрать скины все кто не поленился собрали скины собрали плюшки этого не было проблемой интересно что будет в этой обнове будет ли новая локация точнее опять сможем ли мы собирать эти скины тоже очень это интересно потому что сори ребят надеюсь вы не оглохли потому что ну не знаю очень-очень хорошая акция была будет ли дальше так посмотрим по поводу новой локации вот новая локация у нас будет я тоже не знаю что в ней ожидать как сказано там не магия не поможет ничего не поможет будем сражаться будем смотреть тяну не знаю не знаю может очередная халява ну как бы вели пустынные руины но половина просто на них не ходит потому что там никакие плюшки хотя в принципе там потерять пять минут и можно для начального аккаунта это плюс что будет для скажем топов посмотрим тоже в принципе там кита бонусы неплохо как будет все неизвестно в общем все как обычно покрыто в мраке я надеюсь что будут какие-то позитивные изменения в дальнейшем потому что блин не знаю на китайке интересно вот на втором аккаунте играть очень очень интересная акция очень все на русском все стабильно стандартно серо ничего не меняется и хотелось бы каких-то изменений лучше бы поменяли ту же самую битву гильдий атаку фортов улучшили чем вводили сейчас новую локацию потому что ну атака фортов это атака спамов ну не интересно просто становится кто первый захватил имеет нормальный онлайн спам будет свободно справляться то есть это не есть проблема битва гильдий по сути проходится в пару героев разнообразные комбинации героев нету никакой привязки к убийству героев убийство зданий как бы ну непонятно не знаю почему они это не меняют и по сути у нас со всех локаций него что даже играть там забытую все пропускают арену тоже не бегают не интересно раньше было поинтереснее когда можно было хотя бы поскидывать кого-то сейчас это совсем по-другому ну не знаю знаю там фарм локации это уже стандартное дело со всего что есть архи демон как вы видели последнее время нам просто его поменяли сделали уязвимы к разбросу приходится перекачивать героев старые герои которые есть не известно будут нужны или не нужны потому что многих мы уже не будем использовать если будут такие архи демоны с отражением тоже стоит вопрос что будет дальше ведут их они обратные лет потому что люди затратили ресурсы и как бы сливать не сливать они силы занимают мало но блин потом опять прокачивать искать таланты никто не знает по поводу титулов тоже увеличили нам титулы добавляют там разные локации разные прокачки но неизвестно для чего это все что будет дальше смотря на английский сервер где там просто тулят я уже не знаю все что хочешь лишь бы люди покупали из-за того что там или не играют или люди не хотят донатить ну там все все как я смотрю на это все очень печально там уже просто трэш делают 7 эмблемы продают и прочее тоже как бы почему нету равенства между серверами продавайте у нас такие же плюшки почему мы там не имеем синих красных кристаллов для прокачки аккаунтов люди не могут быстрее развить ту же самую силу там это дают каждый день там каждый день базара у нас он там два раза в неделю там куча акции у нас их ни хрена если посмотреть по количеству денег но и говоря там донат дороже там донат не дороже получается даже дешевле чем у нас там ты плюшек за раз получаешь пару раз больше чем ты у нас там получишь пару слизней вот по этому поводу как бы очень много противоречий я не знаю когда они собираются это меняет радует одно то что у нас обновление очень часто идут то есть каждый месяц стабильно мы имеем обновление радует то что нам все время вводят новых героев вводят новые таланты приходится все перекачивать как случае вот в прошлое обнове порочный пакт и священный огонь просто тупо бог войны убили каменку которая вроде казалось бы топовая но намного выступает и очень заметна эта разница многие герои просто стали ну никакими скажем так против этих плюс каждый герой выходит новый напичканный в другими ну с талантами в стройками разными то есть если сравнить там первых героев они вообще просто ну как гарнизон против элитного героя там легендарки то есть нету никакой логики я не знаю не знаю посмотрим будем ждать уже обнову скины в принципе так ничего смотрится до делать девочек подогнали нам и джи подогнала нам девочек после всех скинов не знаю посмотрим как будет визуализация ну я надеюсь что она порадует принципе ребят все ссылочка на огнекрыло в описании не забывайте не втыкайте конкурс на вольта уже закончился был один вольт разыгран так и один был еще дополнительно разыграл разыграл в онлайне в онлайне мы уже его отдали на стриме многие там пишут комменты а по поводу первого человек играет английском сервере пока там акций с вольтом нету я это все мониторе дело мы с ним списались будем ждать вот поэтому не знаю ждем ждем обнову где-то на днях должна быть и уже будем трешивать и определяться все пишите комменты как обычно бомбите всем удачи всем пока